Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Джози. Хэнк недавно потерял свою работу. Он длительное время работал в тюрьме охранником, но постепенно он потерял интерес к собственной работе, поскольку понял, насколько бесчеловечную деятельность он выполнял. Осознавая собственные проблемы, он увольняется, и в поисках работы приходит в обычную среднюю школу и с легкостью устраивается охранником на автостоянку, где планирует наладить собственную жизнь. Однако на тихий и размеренный образ жизни ему было рассчитывать довольно непросто, ведь здесь у него появляются новые знакомые, старшеклассницы школы, с которыми у него завязываются вполне романтические отношения. Но такого рода связи не приветствуют сообществом и школой. Какой выход найдет Хэнк из этой ситуации, можно будет поподробнее узнать, посмотрев кино до самого конца. Любовь. Любовь вне добра и зла. Любовь – это генетическая потребность. Это дары проклятия. Любовь – это болезнь, наркотик. Это потеря и обретение себя. Любовь – это самое прекрасное и самое ужасное в нашей жизни. Любовь – это переплетение душ и соединение тел. Любовь – это возбуждающая сексуальная мелодрама о парне, девушке и еще одной девушке. Кит. 2008 года. В класс к 17-летней Натали приходит новый ученик Кит Зеттерстром. Поначалу ничего, кроме раздражения, молодой человек в Натали не вызывает. К тому же он становится ее партнером по лабораторным работам. Постепенно девушка влюбляется, и Кит отвечает ей взаимностью. Но начавшимся отношениям может помешать темная тайна, которую скрывает Кит. Джорджина была непосредственной девушкой. Она обожала нарушать правила, флиртовать, подтрунивать и играть. Мать выдала ее замуж за герцога графства Деваншир. Она приобрела положение в обществе, роскошный особняк, богатство. Но где же любовь? Сможет ли она смирить свои чувства и повиноваться долгу? Или она, став законодательницей мод и признанным идеалом высшего общества, бросит ему вызов? Вики Кристина Барселона Две молодые американки Вики и Кристина проводят свои летние каникулы в Барселоне и совершенно очарованы этим городом, а также одним молодым художником по имени Антонио. Вики старомодна и настроена на серьезные отношения, ухаживания, свидания и свадебную фату в финале. Кристина сексуально раскрепощена, раскована и привлекательна в своей бунтарской сущности. Антонио не может определиться, его привлекают обе девушки. Отношения в любовном треугольнике становятся все более запутанными. А тут еще в игру вступает бывшая жена Антонио, обладающая весьма взрывным темпераментом. И похоже на то, что она не до конца отказалась от своих прав на бывшего мужа. Этю втроем Мария Хосе, студентка Академии изящных искусств, к своему удивлению замечает, что ее однокурсник Маркас увлеченно рисует ее портрет. Оставшись наедине, Мария Хосе и Маркас чувствуют влечение друг к другу. Но неожиданно в комнате появляется лучший друг Маркаса – Хаймы. Так начинается любовная история трех юных художников. Эта романтическая связь ведет к удивительному переплетению чувств, страстей и желаний. Еще одна из рода Болейн 2008 года. Анна и Мария Болейн, движимые слепой амбицией своей семьи, борются за внимание и благосклонность короля Генриха VIII. И хотя обе сестры разделят с ним ложе, только одной из них суждено подняться на трон для непродолжительного царствования. Виктор – новичок в классе, без памяти влюбляется в красавицу Аню, самую популярную девочку в школе. Она – дочь богатых родителей, сохранившая при этом чарующую невинность в характере. Как и ожидалось, Аня ходит на свидание с богачом и красавчиком Питером, но тут и там натыкается на неуклюжего и странноватого Виктора. После пары десятков нелепых ситуаций, неуместных иков и трогательных глупостей, между Виктором и Аней наконец-то пробегает первая искра. Делка моего лучшего друга. Друг невесты. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!